Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Дошла очередь. На пустыре в Дашково-Песочни достроят военный госпиталь. Эхо разряда. Следственный комитет предъявил обвинение должностным лицам за взрыв в поселке Лесной в октябре прошлого года. Без возврата к прошлому. Как в наркологическом диспансере реабилитируют тяжелых запоев. В Рязани намерены достроить военный госпиталь. Об этом в своем телеграм-канале заявил в Рио губернатор Рязанской области Павел Малков. Цитата. Предложил зама министра обороны Тимура Иванова вернуться к проекту строительства нового здания госпиталя Дашково-Песочный, пишет руководитель региона. Для таких целей в 2015 году передали федеральную собственность участок площадью 80 тысяч квадратных метров. Была проведена часть работ по закладке фундамента. По словам Павла Малкова, замминистра предложение поддержал. Работы должны стартовать в следующем году. После постройки туда перевезут персонал и доставят оборудование. Ну а пока что этот пустырь выглядит довольно грустно с ощущением бесхозности. И чтобы это все не стало очередным долгостроем, вот вам новость в довесок. Российское правительство анонсировало создание в стране федерального реестра долгостроев. Постановление о правилах его формирования подписал премьер-министр Михаил Мишусин. Как считают в Кабмине, создание такого реестра долгостроев поможет скоординировать и ускорить работу по их ликвидации. По каждому объекту будет составлена своя информационная карта о фактическом местонахождении, причинах остановки строительства, наличии необходимой градостроительной документации. Решение о включении объектов в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. Общий реестр – часть дорожной карты по внедрению новых подходов к управлению незавершенными строительными объектами, утвержденной в марте этого года. Главным следственным управлением Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела по взрыву на предприятии «Разряд» в поселке Лесной Шиловского района 22 октября прошлого года. К ответу привлечены 4 должностных лица. Их обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Герман Гущин напомнит, как это было. 22 октября прошлого года в 8 часов 22 минуты в поселке Лесной Шиловского района на Пороховом заводе «Эластик» гремит взрыв. Момент происшествия попал на несколько камер. Это видео из той, что расположено внутри цеха компании-арендатора ООО «Разряд». Первая минута происшествия сообщалась о смерти 15 человек. Позднее их число выросло до 17. Через несколько часов после взрыва в Рязань прибывает временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян. После экстренного совещания он сообщает о помощи родственникам погибших. «В общем-то сейчас с главой администрации, с руководством непосредственно предприятия будут произведены соответствующие выплаты. Ну и оказывается помощь психологическим сотрудникам, в том числе нашим». На месте происшествия в этот день работали 170 человек спасателей и более 50 единиц техники. В этот же день Следственный комитет России по Рязанской области возбуждает уголовное дело. Шиловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на территории завода синтетических волокон и ластик. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ, нарушение требований промышленной безопасности, опасных производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего может им будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается. И вот основные фигуранты привлечены к ответственности. Как сообщает официальный сайт Следственного комитета России, расследование уголовного дела завершено. Обвиняемые. Руководитель производственного предприятия Сергей Нестраткин, учредитель Александр Егоршин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Наталья Лукашина и главный инженер Ирина Урубкова. Следствие установило, что руководство и сотрудники предприятия «Разряд» в поселке Лесном Шиловского района не исполняли обязанности по обеспечению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и безопасных условий труда. А также процедуру технологического процесса производства взрывчатых веществ. Кроме того, они игнорировали и не принимали мер к устранению имеющихся на объекте системных нарушений. Уголовное дело направлено в суд. В Рязанской области сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера. В Шацком районе на трассе Москва-Челябинск наркоборцы остановили легковой автомобиль, а внутри нашли много чего любопытного. Быстро выходим! Руки! Руки! Шацкий район, трасса Москва-Челябинск. Оперативник под видом автоинспектора останавливает белый Volkswagen. За рулем один из представителей Средней Азии. Впрочем, никаких документов у него не требуют. Для оперативников все ясно и так. У вас в машине имеется что-либо запрещенное? Оружие, наркотики, боеприпасы? Наркотики, наверное. Наркотики где? На багажнике. Скажите, в багажнике? Да. Спрятаны? Да. Сколько там наркотиков? Где спрятаны? Семь штук. Отпираться действительно бессмысленно. В потолке багажника и под обшивкой оперативники находят семь упаковок. Внутри 350 свертков с белым порошком. Общий вес партии – 776 граммов. Первое предположение – героин. Версию эту в факт превращают эксперты. Это действительно героин. Согласно результату экспертизы, из незаконного оборота было изъято 776 граммов этого наркотического средства. Предварительно установлено, что мигрант постоянно проживал в Рязани и с недавнего времени являлся межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина, специализирующегося на сбытие героина. В обязанности злоумышленника входили транспортировка оптовых партий криминального товара и организация тайников на территории Рязанской и других областей. По словам самого курьера из Московской области через Рязань, его путь лежал в Пензу и Самару. Теперь же местные наркобарыги товара не дождутся. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыть наркотиков в крупном размере». Курьеру грозит срок до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован. Те, кто употребляет эту дрянь, рано или поздно оказываются в наркологии, как и запойные алкоголики, для которых в России создано 15 реабилитационных центров. В Рязани тоже есть один из таких. Методы его работы с остальными в чем-то схожи, но и есть интересные отличия. Валерий Седов все изучал. Биография каждого пациента реабилитационного отделения наркологического диспансера заслуживает, если не отдельной книги, то брошюрки точно. Сломанные судьбы, извилистые пути, которые и привели человека в эти коридоры. Сейчас на приеме у психиатра Константин. Вскрыли мы только лицо, имя оставить разрешили. Константин трижды попадал в наркологическое отделение, где все ограничивалось только лечением. В этом году ситуация изменилась. Сначала я лежал на четвертом этаже один суток, потом состояние немножко улучшилось, сюда предложили на реабилитационный центр перебраться. И вот здесь я уже с 29 апреля, вот уже скоро три месяца, выздоравливаю, стараюсь, как бы сейчас все нормально. Реабилитация – дело, что называется, добровольное. Люди приходят сюда сами, с желанием лечиться. Причем желание – слово ключевое. Приходят трезвые, со всеми необходимыми документами. Одними лишь таблетками лечения, кстати, не ограничено. В день два групповых занятия с психиатром. Это минимум. У нас в отделении профессиональная команда, которая включает в себя врачей-психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, младший средний персонал медицинский, психологов, социальных работников, врачей-ЛФК, врач-физиотерапевт, консультант по ЛФК. То есть и вот эта вся куча людей непосредственно каждый занимается своими обязанностями, задачами. Задача у большой команды местных профи звучит как изменить поведенческие стереотипы, иначе говоря, поменять мироощущения, чтобы когда человек стены диспансера покинул, ему не захотелось вернуться к прежней жизни. Революционный потенциал каждого пациента мы оцениваем. Кто-то очень замотивированный, кто-то там, может быть, хорошие эффекты достигнет и там через стандартную трехмесячную реабилитацию. Кому-то и подольше нужен, кому-то и просто поменьше. Кто-то уже в длительной трезвости находится, он просто хочет в какой-то период времени пережить кризисность, какой-то кризис какой-то жизни. И там может, например, месяц у нас находиться. То есть краткосрочная реабилитация. То есть подход индивидуальный абсолютно. Но общая позиция, она есть. То есть стандартный срок реабилитационный – это около трех месяцев, девяносто сколько дней. На этот шаг пошли осознанно. В других реабилитационных центрах страны обычный срок содержания – 44 дня. Рязанские же врачи выяснили, что первые четыре недели человек только адаптируется к условиям. Поэтому здесь и лечат дольше. Но все на добровольной основе. Пациентов насильно никто не удерживает. Сейчас из 50 коек занято 32. После лечения уходят все. Правда, иногда возвращаются. Примерно треть. И задача персонала – цифры сводить к нулю. В том числе и на дневном стационаре. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Региональный МЧС продолжает цикл фильмов об истории развития пожарного дела. В этот раз речь пойдет о значимых фигурах в истории. И о том, в какую сторону изменилась работа ведомства. За один только 72-й год в Рязани произошло сразу несколько пожаров-катастроф. И хоть борцы с ней, та самая пожарная охрана, уже существовали, все равно тушили, что называется, всем миром. Помогали курсанты, студенты, да и простые гражданские. Стало понятно, что существующая противопожарная структура не справляется. Нужны изменения. Причем кардинальные. Так и случилось. В том же 72-м пожарную охрану возглавил Лев Калинин. Он сразу же обратился к Верховному Совету с идеей о создании военизированной пожарной охраны. То есть теперь стать пожарным можно только после обучения и присяги. Да и относиться они будут к сотрудникам органов внутренних дел. Сергей Ионов стал одним из первых таких огнеборцев под руководством Льва Калинина. Я был его учеником. Приходили мы, ну что, 20 лет мы приходили. Он нас всех собирал и брал под свой опект. Он нас возил на пожар. Возил на испытания какой-то новой пожарной техники. Возил на приемку объектов. В общем, как с детьми малыми кухтался, вы так говорите. И постоянно нам в голову вдалблял. Учитесь, учитесь и учитесь. Не останавливайтесь. Лев Калинин рано ушел из жизни. Рассказывают, что на работе он только и говорил о новшествах. Постоянно что-то модернизировал, привносил. На смену Калинину пришел его единомышленник Михаил Шабуров. Манеж пожарно-прикладного спорта, им выстраданный, будем так говорить. Это здание испытательной пожарной лаборатории со спортивным залом. Именно им выстраданное. Его стараниями, его идеей была спроектирована и силами сотрудников пожарной охраны. Она построена, часовня в честь Божьей Матери Неполимбы куплена об этом. Мало кто знает. Ее строили пожарные. Потому что не нашлось ни одной организации, которая могла выкладывать эти фигурные узлы. А вот у нас такие люди были. Михаил Шабуров отремонтировал много пожарных частей. После отставки возглавил областное добровольное пожарное общество. И пусть история МЧС уже близка к современности, ветеранам ведомства еще есть что рассказать. С циклом фильмов можно ознакомиться в региональной группе МЧС. Там же следить за обновлениями. Сегодня Банк России анонсировал выход новых памятных монет из серии «Красная книга». Она существует с 92-го года. На монетах обычно изображались животных и птиц. И впервые в серии выходят двушки с изображением растений и грибов. А дуванчик белоязычковый, ситконоска сдвоенная и фиалка надрезанная. Все монеты серебряные, номиналом 2 рубля. Тираж каждого вида 5000 штук. На лицевой стороне монет расположен рельефный государственный герб. На обратное изображение растений. Как говорится, нумизматом в коллекцию. Еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова